Здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие любители нашего кино! Меня зовут Сергей Белоголовцев. Мы начинаем! Роль Настеньки в фильме «Морозка» исполнила совсем юная балерина Наталья Седых. Естественно, она была девушкой неопытной, и некоторые эпизоды вызывали у нее проблемы. Например, она никак не хотела падать в пруд, потому что боялась пиявок, которые, по ее мнению, там жили. Тогда режиссер фильма Александр Роу включил командный голос, и юная актриса влетела в воду еще до команды «Мотор». У нас в программе тоже царят тут нешуточные страсти, но наши гости кричат в основном от радости, когда выигрывают и получают деньги. Это шоу-игра в кино! Давайте на удачу! Свет, камера, мотор! Поехали! Роль первого игрока исполняет Марина Хавруцкая, менеджер из Кирова-Чепецка. Марина чрезвычайно любит фильм «Невероятные приключения итальянцев в России». Почему? Потому что это любимый фильм моей семьи. Вообще, «Невероятные приключения итальянцев в России» мы повторили своей семьей. И именно у нас было невероятное приключение россиян, то есть русских, в Греции. Мы однажды поплыли на остров Балас, это пиратский остров, и мой сын нашел пушечное ядро, старинный артефакт. Ну, мы надеялись, смотрелись «Невероятные приключения итальянцев в России». Полагалось, ведь вознаграждение это у нас. Мы решили увезти в археологический музей, в центральный. На самом деле, совершили большую ошибку, потому что мы чуть не угодили в полицию. Потому что перевозить артефакты, даже трогать их с места оказалось нельзя. Вот. Поэтому, вот, к сожалению, была такая вот вещь. Поэтому хочу сказать, что наши законы более гуманные в нашей стране. Прекрасная история. Марина, первый претендент на победу в нашем сегодняшнем шоу. Роль второго игрока исполняет Матвей Пятницкий. Ведущий мероприятий из города Москвы. Расскажите нам, пожалуйста, Матвей, почему вы в детстве мечтали стать дрессировщиком? Ну, я посмотрел в детстве фильм «Полосатый рейс». И после этого мне очень захотелось заняться дрессировкой кошек. Вот. Я преуспел в этом. У меня все кошки в округе знали. Просто потом пришлось объяснять родителям, куда делось несколько килограмм мяса. Спасибо Матвею. Пожелаем ему сегодня удачи. Спасибо. В роли третьего игрока Людмила Викелян, продюсер из Москвы. Людмиле как-то раз невероятно повезло, и она познакомилась со своей любимой героиней из детского кино. Рассказывайте. В детстве моим любимым фильмом был «Мария Мирабелла». И так случилось, когда я пошла работать в продюсировании, в шоу, в моё первое шоу, героиней стала... Одной из героиней стала Мидей Маринеско. Та самая Мария из кинофильма «Мария Мирабелла». И её привозом, переводчиками, и вообще организацией её приезда занималась я. Уже в последний день мы вместе с её переводчицей придумали сделать ей небольшой сюрприз и подарить ей билеты в Большой театр. Она мечтала попасть на балет в Москве. И уже в момент, когда она проходила в двери театра, заходила, она ко мне обернулась и попросила протянуть руку. Я ей протягиваю свою руку, и тут она резким движением снимает со своей руки браслет и застёгивает его на мне. Вот он на мне сейчас. И она сказала, что не примет никаких отговорок к отказу, потому что для меня это будет путеводной звездой в знак удачи моей первой работы и первого мотора. И он мне принесёт успех. На самом деле так и случилось, и всё пошло как нельзя лучше. Прекрасная история, просто великолепная. Итак, мы отправляемся в первый раунд. Поехали! Вопросы в первом раунде. Так уж сложилась традиция нашей программы, не очень сложные. Тем не менее, каждый правильный ответ принесёт две тысячи рублей. Каждый мой вопрос нужно дослушивать до самого конца, только после этого можно нажимать на кнопку. Тот, кто первый нажимает на кнопку, получает право ответа. В конце первого раунда одного из вас ждёт некий аттракцион, который мы называем «Зигзаг удачи». Ну что ж, давайте начнём. Любовь и голуби. Какое животное постоянно упоминал в своей речи Василий? Люда. Ешкин кот. Да. Ёшкин. Ёшкин кот. Ёшкин кот. Права Людмила и зарабатывает первые деньги. Смотрим. И в таз. Там промыл их чуть ли не щёткой, прополоскал. Ёшкин кот. Да. Честь! Ой. И всё, что болело, в мусорное ведро. Давайте продолжим. Двенадцать стульев. Кого назвали особой приближенной к императору? Марина. Это Киса Воробьянинов. Абсолютно права. Марина и две тысячи у неё. Вы знаете, кто этот мощный старик? Не говорите, вы этого не можете знать. Это гигант мысли. Отец русской демократии. И особо приближённая к императору. Идём дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ Фильм «Золушка» Надежды Кашеверовой. Из чего были сделаны туфельки Золушки? Людмила, простите, раньше времени нажимайте на кнопку. Фальстарт сделать шаг назад. До самой последней буквы нужно дослушивать мой вопрос. Из чего были сделаны туфельки Золушки? Марина. Хрусталь. Хрустальные туфельки. Это хрустальные туфельки. И они принесут вам счастье. Потому что я всем сердцем жажду этого. Всё верно. Движемся дальше. В каком фильме Леонид Филатов живёт за шкафом у Татьяны Догилевой? Матвей. Забытая мелодия для флейты. Абсолютно прав. Матвей зарабатывает две тысячи рублей. Ну-ка, помогите мне отодвинуть шкаф. А сначала телевизор туда. А зачем двигать шкаф? Хочу оградить себя от посторонних. Вы с этой стороны, я с этой. Вы учтите. Сюда? Да. Я вас пускаю. Исключительно. Прости. Исключительно в квартиранты. Давайте продолжим. Покровский ворот. Какие отношения царили в семье Хоботовых? Марина. Высокие. Прекрасно, отвечает Марина. И ещё две тысячи у неё. Высокие. Высокие отношения. Нормальные для духовных людей. Это был последний вопрос первого раунда. Его разгадала Марина. И сейчас Марина познакомится с зигзагом удачи. Как же он сегодня выглядит? Вот, посмотрите, какие красивые линзы. Жёлтая и сиреневая. Под одной плюс три тысячи рублей, а под другой минус три тысячи рублей. У вас шесть тысяч, Марина. Вы лидер. Можете ещё дальше оторваться от преследователей. Жёлтая. Жёлтая. Солнечная. Солнечная. Жёлтая линза. Нравится Марине больше. И мы, конечно же, её открываем. Ай-яй-яй-яй. Ничего страшного. Под сиреневый, конечно же, плюс. Марин, смотрите. Если вы открыли линзу, под которой минус три тысячи рублей, то именно такую сумму вы должны отдать сейчас либо Матвею, у которого две тысячи рублей, либо Людмиле, у которой тоже две тысячи рублей. Матвей, вы же ведущий мероприятий. Да. Да? Да. Праздников, корпоративов, концертов. Всё. Поэтому вам не составит труда убедить Марину отдать деньги вам. Марина. Мне кажется, мы с вами уже подружились. Мне кажется, что вы захотите именно мне подарить эти деньги. Просто потому, что у меня есть очень сильное желание победить. Просто нет вопросов. Нет вопросов. Вопросов нет вообще. Людмила, что скажете Марине? Я, как бы это сказать скромно, я продюсер. Настоящий продюсер. Вот тот самый, да, который, возможно, вам пригодится. Можно, да? Немножко селифон. Пригласи. Вот, да. Как бы я думаю, что, так как вы любите фильм про итальянцев, а я вообще люблю Италию, то Просека, Просека и Асти, Матвей. Ну, в общем, договоримся. Прекрасные доводы. Марина, что вы решили? Так, ну что же, сначала я хотела быть солидарна. Честно, женская солидарность должна была победить. Но потом вспомнила, что солидарность с ведущим, а я тоже ведущая праздников, все-таки победит. Потому что в наше время сейчас очень сложно ведущим. Поэтому я отдаю вам. Матвею. Матвею. Спасибо. Марина отдает. Блин, Матвею. Пять тысяч у Матвея, три тысячи у Марины, две тысячи у Людмилы. И мы отправляемся во второй раунд. Итак, что же представляет из себя второй раунд? Смотрите. Сейчас на этом экране я буду вам показывать несколько фрагментов из фильмов. Вы должны сказать мне, как эти фильмы называются. Все очень просто. Хронометраж фрагмента ровно 30 секунд. Если вы отвечаете правильно, в первые 10 секунд зарабатываете 4 тысячи рублей, во вторые 10 секунд 2 тысячи рублей, и в последние 10 секунд ваша тысяча рублей. В конце второго раунда одному из вас снова достанется во временное пользование. Зигзаг, удачи! Давайте начнем второй раунд и будем смотреть наши любимые фильмы. Внимание на экран. Марина. Да, это родня. Как раз едет в Мордюково к дочи. Абсолютно права, Марина! Ничего себе! И зарабатывает 2 тысячи рублей. А что это он? Вы что, заводили его? Да нет, это мне ребята с нашего рыбзавода подарили. Они меня разыграли. Видите, написали, не спи рыбак, проспишь путин. Ну, ходит он, ничего. Ну, звонит, ну, прямо, ну, когда захочется. Давайте продолжим. Давайте продолжим. Следующий фрагмент. Дайте нам пленочку, пожалуйста. И снова Марина. Ну, это сыщик, бременские музыканты. По следам бременских музыкантов? По следам бременских музыкантов, да. Абсолютно права Марина. И снова 3 тысячи у нее. Я дениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев, сражаюсь с раки, прыжусь я, как пчела. Аня, как он собаки, а глаз, как у орла. Играем дальше. Играем дальше. Следующий фрагмент. Катькины вещи отдельно поставь. Людмила. Это, значит, фильм наш любимый. Сейчас, секунду. Людмила. Нет, у Людмилы ответ. Служебный роман. Служебный роман, считает Людмила. А ответ абсолютно неверный, к сожалению. Смотрим дальше. Я их потом маме завезу. Ладно? Ладно. Надеюсь, на гастролях мы обойдемся без твоих неожиданностей. Это каких? Марина. Я рискну. По-моему, это Пугачева. И фильм «Женщина, которая поет». Абсолютно правильно. Айда Маринова, посмотрите. Ну, в клубе «Железнодорожников» вышла на сцену и вдруг стала жаловаться зрителю на свою судьбу. Ну, почему жаловаться? Я просто была с ними откровенна. Потому что увидела в них друзей, собеседников. Давайте продолжим. Это все ваши воспитанники? Молодой человек, это великие люди нашего столетия. Среди них есть и мои воспитанники. А что с Герходом? Неужели вы его убили? Еще одним Азазелем стало меньше. Почему вы их так на... Людмила? Так, ну, Азазель у нас был в «Приключениях Раста Фондорина». Азазель. Давайте, уверенно и весело. Азазель. Азазель провалил и зарабатывал две тысячи рублей. Почему вы их так называете? Сказано в книге Еноха, Азазель проникся любовью к людям и открыл им все тайны, узнанные на небесах. Бог только сдал человеку карты, а Азазель же учит как играть, чтобы выигрывать. Все правильно, Азазель. Первый фильм о приключениях Раста Фондорина. Это был последний сюжет, который мы посмотрели во втором раунде. Разгадала его Людмила. И Людмила сейчас сыграет со мной русскую народную кинорулетку, которая называется «Зигзаг удачи». Итак, пять тысяч рублей со знаком плюс и со знаком минус. У вас четыре. Выбирайте. Очень хочется на море. Поэтому синяя или голубая? Ну что ж, давайте же ее откроем. А под зеленый? Под зеленый минус. У кого-то из ваших соперников вы должны эти деньги забрать. Пять тысяч у Матвея. Двенадцать тысяч у Марины. Итак, у кого вы забираете пять тысяч рублей? Ну, я думаю, вот тот самый момент женской солидарности, он сейчас случится. У Марины. У Марины. Понятно. Ну вот, пожалуйста, женская солидарность в действии. У нас новый лидер, Людмила, девять тысяч рублей. Пять у Матвея, семь у Марины, и мы отправляемся в третий раунд. В третьем раунде мы снова будем смотреть кино. И вот на этом прекрасном большом экране. В какой-то момент фрагмент фильма будет останавливаться, и я вас буду просить рассказать мне, что там дальше по сценарию. Я буду вам давать три варианта ответа. Один из них, конечно же, правильный. Отвечайте с первого раза, зарабатывайте три тысячи рублей, со второго раза две тысячи. Когда останется один вариант, его нужно просто озвучить, предварительно нажав на кнопку и забрать тысячу рублей. В конце третьего раунда еще один аттракцион от создателей нашей программы. Смотрим первое. Уже поюзти этих аттракционов. Бертаньян и три мушкетера. Иди сюда. Не бойся. Как звали девушку, которая своим поцелуем спасла Д'Артаньяна? Кэт Мэри Констанция. Марина. Кэт, конечно же. Конечно же, Кэт. Права, Марина. И у нее три тысячи рублей. Смотрим. Пошли, ребята. Как зовут тебя, спасительница? Кэт. 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 Ого. А яд Ртаньян. Идем дальше Республика Шкит Не надо, не надо плакать Педагог это прежде всего борец Перестаньте, перестаньте Как можно так распускаться перед воспитанниками? Зови Что сейчас сделает герой Сергея Юрского? Влепит пощечину, хорошенько встряхнет, поцелует Марина Поцелует Поцелует права Марина и зарабатывает 3000 рублей Что вы, барышня, кисель Спокойно Давайте продолжим Мама вышла замуж Витя, по маленькой По маленькой Что сделает герой Олега Ефремова? Напьется с дружками, подерется с дружками, сбежит от них домой Матвей Мне почему-то помнится, что он, по-моему, сбежит от них домой Абсолютно верно вам помнится, Матвей! Вой, ты же старый человек, ты должен постичь, я же первую зарплату домой несу У меня же семья! Давайте продолжим Смотрим следующий фрагмент Фильм «Сестры» выйдет из машины Сергей Бодров, Виктор Сухоруков, Алексей Балабанов Марина По-моему, Сергей Бодров Абсолютно браво, Марина! Есть! 3000 у вас! Это был последний сюжет, который мы с вами смотрели и разгадывали в третьем раунде В этом преуспела Марина И сейчас Марина сыграет со мной в некую маленькую киноигру Которая называется «Мэри Поттинс, до свидания» Итак, смотрите, Марина, правила очень простые У вас 16 тысяч рублей Сейчас эти деньги вы можете забрать и студию покинуть Это первый вариант Есть второй – играть дальше, выйти в финал И вот в финале побороться за сумму, которая раза в три будет больше, чем те 16 тысяч, которые есть у вас сейчас на счету Но для этого, естественно, придется рискнуть и можно остаться вовсе ни с чем Матвей, что Марине посоветуете? Играть или уходить? Уходить с деньгами? Ну, я советую ей играть Играть? У нее действительно есть шансы Но 16 тысяч рублей, мне кажется, очень приличная сумма Людмила? Я считаю, что денег много не бывает Поэтому лучше сыграть и выиграть больше Или проиграть совсем все? Я не думаю, что Марина проиграет То есть вы что, не верите в свою победу? Нет, почему? Я просто предпочитаю говорить людям хорошие слова Спасибо Настоящий парадюсер Ну что ж, Марина Если у вас пища для размысления, подумайте Что вы выбрали? Риск – благородное дело Вот Я понимаю, что у меня плохая память На финал могу, конечно, в финале и не дойти Но я рискну Поэтому я иду вперед Прекрасное решение Вся студия Марине аплодирует А мы отправляемся в четвертый раунд Четвертый раунд сегодня называется Кинопазлы Итак, что же это такое за зверь? Смотрите Сейчас на экране появится стоп-кадр из фильма Вы его сразу не увидите, потому что он будет прикрыт ширмой с логотипом нашей программы Я по частям начну убирать сегменты этой ширмы Как будто пазлы вынимать А вы должны определить, в топ-кадр из какого фильма мы за ширмой спрятали Как только думаете, что знаете правильный ответ Тут же нажимаете на кнопку И в случае правильности ответа получите 4000 рублей Итак, первая ширма Внимание на экран Я убираю первый сегмент Сегмент в правом нижнем углу Еще один фрагмент уберите, пока нет версий В левом нижнем Следующий, пожалуйста, сегмент уберите Ну, например, рядом Марина решила рискнуть Иван Васильевич меняет профессию Абсолютно права Марина! Браво! 4000 у нее Блестяще сегодня Марина играет Играем дальше Следующий Следующая ширма Так, по центру я убрал Нет пока версии Что-то, видимо, мультяшное Давайте следующий уберем пазл Там Так, идем дальше Это... Бубик в гостях у Барбоса Просто великолепно, Марина! Что вы творите? Смотрите Просто лопатой деньги гребет Итак, следующую ширму покажите нам И будем ее потихонечку убирать Так, в правом нижнем Нет версии Дальше Рядом Нет Идем дальше Внимание, внимание, внимание Так Нет версии Сложно, сложно, конечно Очень сложно определить Так Матвей, чьи голые ноги? Из какого фильма? Берегись автомобиля Абсолютно прав, Матвей! Берегись автомобиля! Да! 4 тысячи у него Итак Следующий стоп-кадр Следующая ширма В левом, в верхнем Нет версии Идем дальше В правом нижнем Нет версии Еще один пазл Убираем Сложно, сложно, сложно Идем дальше Идем дальше Людмила? Это Легенда 17 Абсолютно права Людмила, конечно Вот он, Данила Козловский Который сыграл в Барии Харламов в этом фильме Итак Давайте подводить итоги И узнаем сейчас Кто в финале у нас Людмила 13 тысяч рублей Матвей 12 тысяч рублей Марина 24 тысячи рублей У нас сегодня Женский финал У нас Финал Я вам покажу Видеоклип Который будет состоять Из 16 фрагментов Известных фильмов Их нужно узнать Их нужно запомнить Потом по очереди Называть любой последовательности Марина У вас 24 тысячи Против 13 У Людмилы Поэтому у вас Два бонуса Один не слишком интересный Вы просто первой Начнете перечислять фильмы А вот второй Гораздо более Увесистый Скажем так Если в какой-то момент Вы вдруг понимаете Что не можете ничего вспомнить Вы говорите волшебную фразу Я беру бонус Пропускайте код И Людмила Будет вынуждена Называть два фильма подряд Такие правила Тема сегодняшнего видеоклипа Ну у кого здесь будут Эффекты фикции Смотрим Аааа Мой друг Здравствуйте Располагайтесь Благодарю вас Ну У кого Эффекты бусут В каком смысле Как вам не стыдно Что вы говорите Он же не может вам ответить Он же безголосый Ротазенархит Здорово Это феноменально Абер 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 И не заикайтесь Ни о каком Предприятии Мы можем все личные Дела Вопросы Решить сейчас Будьте добры Помедленнее Я записываю Бля Стреля В Абер Где-то раз Это два Это три Орехи Что вам Все понятно Все прозрачно Давайте начнем Марина Ваш ход первый Чтобы не завыла Такой мультик был Фильм Фильм Абсолютно верно Людмила Бриллиантовая рука Заба 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 Прекрасно Дальше Хавказская пленница Я записываю Да Людмила Афоня Афоня Есть Большая перемена И не заикайтесь Правильно Людмила А где находится Нафилет Рота Зенархит Великолепно Идем дальше Гараж Он же не может вам ответить Он же безголосый Точно Людмила А служебный роман Мы можем все личные Дела Дела Вопросы Решить сейчас Да Соломенная шляпка Здравствуйте Располагайтесь Соломенная шляпка Абсолютно правильно Дальше Самая обаятельная И привлекательная Такого фильма не было Операция И Приключения Шурика Не было операции И Это Кавказская пленница А это Кавказская пленница Была Винни-Пух Винни-Пух Правая Людмила Марина Ваш кот Собачье сердце Абр Абр Собачье сердце Прекрасно Людмила Ирония судьбы Или с легким паром Великолепно Марина Ваш кот Я же говорю Поведь плохая Четыре фильма осталось Напоминаю Что у вас есть По семейным обстоятельствам У кого Сефекты бушут Абсолютно права Марина По семейным обстоятельствам Так назывался Наш видеоклип И Марина вспомнила Что был фильм По семейным обстоятельствам Людмила Ваш кот Три фильма Большая перемена Называли Большую перемену Три фильма осталось И у вас будет Пять секунд Чтобы вспомнить Один из них Все очень известные фильмы Карнавальная ночь Не было близко Но не было Четыре секунды Три секунды Две Карнавал Карнавал Права Людмила За секунду До прекращения игры Она вспоминает Два фильма осталось Марина Бриллиантовая рука Была Называли бриллиантовую руку Два фильма осталось Марина Чего бонус-то копить Берите его быстрее Это он сгорит Да Бонус беру Марина берет бонус Людмила Два фильма осталось Снова обратный отчет У нас пошел Так Фильм Два фильма Один раз вам удалось Спастись уже сегодня Да Спастись Четыре секунды Три О любовь и голуби Не было такого фильма Две секунды Одна Простите Людмила Вышло время И побеждает Марина Честно Два фильма Вы не смогли назвать Марина Помните какие Статский советник Это раз Это два Статский советник Ну это чистая победа Статский советник Браво Марина Аплодисменты вам В каком смысле Иван Васильевич меняет Ну конечно Как же он от вас спрятался А мы не назвали его Вы его не назвали Сегодня в нашем шоу Победила Марина Хаврутская Из Кирово-Чепецка Давайте узнаем Сколько она заработает АПЛОДИСМЕНТЫ 49 тысяч рублей Марина Поздравляю вас Вы большая молодец Дорогие друзья Если вы так же Как эта симпатичная Умная девушка Хорошо разбираетесь В нашем кино Приезжайте к нам И заберите наши деньги Смотрите кино Любите кино Играйте в кино Вместе с нами На телеканале Мир Я Сергей Белоголовцев Это Марина Хаврутская Мы говорим вам счастливо Пока и всем удачи Субтитры создавал DimaTorzok